В ауле Бектубе Жамбулского района, что под носом у города нет нормальной питьевой воды и хороших дорог. Жители жалуются, что приходится употреблять непригодную для питья воду и лазить по грязи. По-другому и не скажешь, говорят они. Попробуйте сами балансировать на грани фола. Не то запоете. Наши корреспонденты отправились в лес за жалобой бездорожью. С прошлого года у меня ломят суставы. Это все от воды некачественной. Житель аула Бектубе Махашбек Иргеша живет здесь 10 лет и, сколько помнит, всегда простаивал в очередях за водой в колодце на окраине села. Хоть и живем под носом у города, существовать приходится в непролазной вокруг грязи, в поисках питьевой воды, сетует он. В прошлом году местные жители прижали сельского Акима с требованием подумать о людях и их несносной жизни. Тот пообещал, что как только выделят деньги, вопрос решат. Однако, как вышло на поверку, все впустую. Я тогда пошел к нему, сельскому Акиму. И что вы думаете, он пообещал? Что все будет, все решим. Мы теперь не знаем, выделили деньги нам или нет. Возле моста есть колодец. Там течет вода с 200-метровой трубы. Ходим туда за водой и ждем очереди. Стоять приходится за водой по 3-4 часа. Народу много. Люди приезжают в шайку рука сюда, с сахзавода. Другая беда здешних жителей – плохие дороги. Летом дышим пылью, весной утопаем грязи. Лишний раз никуда не выйдешь, чтобы не утонуть в жиже, говорят они. Состояние дорог нас в конец замучило. Жалко не только людей, но и машины наши. Все портится, ломается ходовка. Вы сами видите сейчас эту грязь. А что тут летом творится, я вообще молчу. У кого нет машины, им очень трудно. Не знаем, откуда они воду возят. Кто бы нам помог побыстрее решить наши проблемы и избавить нас от этих мучений. Плохие дороги, отсутствие чистой питьевой воды, проблемы с электричеством и общественным транспортом. Если продолжать список того, чего нет, конца и края не видно. И это село под носом у города. Однако решить все эти многочисленные проблемы жителей в скором порядке невозможно, говорят местные власти. На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация на 900 миллионов тенге. На аулы Биктубе и Козылширак в мае ее сдадут на экспертизу. Чтобы заасфальтировать эти дороги, надо вперед провести водопровод. Затем будем стелить дороги. Поскольку в следующем 2022 году будет проводить питьевую воду, асфальтировать раньше времени нет смысла. Таков ответ чиновников. Пока из бюджета не выделят деньги, жителям многострадального аула Биктубе придется довольствоваться малым и продолжать жить своей некачественной жизнью.